МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости 24. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провёл совещание, посвящённое приоритетным задачам развития сельского хозяйства 2020-2030 годы. Узбекистан обладает огромным потенциалом в области сельского хозяйства. Успех решения многих социально-экономических вопросов от изобилия на рынках и достатка на столах населения до обеспечения дополнительных поступлений от экспорта зависит от аграрной отрасли. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 45% территории нашей страны. В этой сфере трудится почти половина трудоспособного населения. Но долгие годы этой сфере не уделялось должного внимания, не привлекались средства, научные инновации. Вследствие этого земля устала, снизилась плодороденность почвы, отсутствовала система переработки продукции, цепочка создания добавленной стоимости. В последние годы предпринят ряд мер по реформированию сферы и внедрению рыночных механизмов. В результате повышения государственных закупочных цен почти в три раза возросла заинтересованность сельхозпроизводителей. Хлопководство и зерноводство стали реальным источником прибыли. В целях внедрения новых технологий и инноваций, повышения производительности труда и увеличения заработной платы работников сферы организовано 76 хлопкотекстильных кластеров. В одном только текущем году водосберегающие технологии орошения внедрены на 25 тысяч гектаров хлопковых полей. Начата масштабная работа по рекультивации 1 миллиона 100 тысяч гектаров деградировавших земель. Это безусловно хорошие результаты, но только первые шаги. Президент ставит задачу вывести реформы в селе на новый уровень, не живя только сегодняшним днем, но продумывая действия с прицелом на долгосрочную перспективу. С этой целью разрабатывается революционная стратегия развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы, которая призвана стать основной точкой роста, драйвером экономики. Будут созданы тысячи новых рабочих мест, увеличатся доходы людей. На совещании определены важные задачи по реализации разрабатываемой стратегии по развитию сельского хозяйства на 2020-2030 годы. Отмечалось, что собственник земли будет стремиться к повышению урожайности, выращиванию многолетних культур тогда, когда он полностью уверен в завтрашнем дне. В связи с этим президент отметил необходимость полного пересмотра законодательства для обеспечения прозрачности системы выделения земли, гарантированной защиты земельных прав, ввода в юридический оборот понятия отношения к земле. Это не только обеспечит занятость населения, экспорт, но и дополнительные поступления в бюджет. Президент отметил, что аграрный сектор сегодня является важнейшим трендом для развития экономики всей нашей страны. Надо признать, что аграрный сектор за последние 30 лет находился в сложнейшей ситуации. По многим направлениям агропромышленного комплекса мы не могли получить тот результат, который на самом деле мог обеспечить достойную жизнь более 50% населения нашей страны. И сегодня как раз-таки мы говорим о переломном моменте развития сельского хозяйства. Мы переходим на абсолютно новые рыночные механизмы развития сельского хозяйства. Были обозначены 7 направлений, которые действительно на сегодняшний день нуждаются в кардинальной реформе. Первое – это земля и отношение к земле. В рамках этой стратегии будет разрабатываться закон, который будет четко различать права и фермера, и кластера, и дыхканского хозяйства, и других субъектов сельского хозяйства на эту землю. Права и выделение земли на определенный срок, это на 50 лет, будут иметь прозрачный механизм. В рамках этой концепции теперь районные хакимы или другие уполномоченные исполняющие органы не смогут просто так взимать эти земли. И только в судебном порядке при неисполнении обязательств будут отчуждаться эти земли. Это даст гарантии и инвесторам, и нашим фермерам. В рамках этой концепции мы намечаем развитие вторичного рынка права аренды этой земли. То есть мы предполагаем внедрение механизмов аренды и субаренды. Мы будем внедрять механизм оценки этой земли, чтобы наши фермеры и предприниматели, которые владеют этими землями, могли закладывать это как актив в коммерческие банки. Это увеличит капитал сельского хозяйства и увеличит обороты субъектов сельского хозяйства. Подобные реформы были начаты в Китае в 1978 году, и их результаты очевидны. Прежде всего следует организовать точный учет сельскохозяйственных земель, усовершенствовать их использование. В связи с этим Госкомземгиядескадастру поручено завершить до конца 2021 года работы по инвентаризации земель во всех регионах страны и создать единую электронную базу для ведения ее учета. Руководителям страны поставлена актуальная задача перед нашим комитетом. Это обеспечение рационального использования земельных ресурсов, учет земельных ресурсов, обеспечить, во-первых, выделение земельных участков для пользователей эффективными прозрачными механизмами, обеспечить контрол эффективного использования земельных ресурсов. И особое место при этом занимает обеспечение регулярного, постоянного учета земельных ресурсов. Перед нашим комитетом в данный момент стоит задача проводить полноценную инвентаризацию земельных ресурсов, при этом используя самые современные методы учета и инвентаризации земли. Подчеркнуто, что очень важное значение имеет и правильное использование водных ресурсов в водном хозяйстве. Анализ показывает, что на орошение пассивных культур в нашей стране направляются миллиарды кубометров воды, но до полей доходит только 60%. Остальное теряется в варигационных системах и в процессе орошения. По прогнозам Всемирного института водных ресурсов, к 2040 году Узбекистан может оказаться среди 33 стран мира, в которых будет ощущаться острый дефицит воды. В связи с этим глава государства уделил особое внимание данному вопросу и отметил необходимость повышения эффективности и ведения учета водопользования ежегодного внедрения водосберегающих технологий на 200 тысяч гектаров площадей. Отмечалось, что эти задачи должны быть отражены в разрабатываемой стратегии. Было озвучено президентом предложение по развитию водного хозяйства, экономии водных ресурсов, особенно капельного вращения, внедрение энергосберегающих технологий, уменьшение доли государства в строительстве и реконструкции объектов эрегации и миларации и много других поручений. В ходе обсуждения государственной поддержки сельского хозяйства и совершенствования системы государственных закупок указано на необходимость направления основной частью бюджетных средств на повышение плодородности земель, внедрение водосберегающих технологий и развитие науки. Подчеркнута необходимость поэтапного сокращения государственного вмешательства в сельскохозяйственные закупки. Особый акцент на совещании сделан на вопросах повышения экспортного потенциала сферы и увеличения объемов заготовки продукции. Проанализирован мировой опыт. К примеру, в Турции на одном гектаре земли выращивают продукцию на 2000 долларов, в Египте на 8 тысяч долларов, а в Израиле на 12 тысяч долларов. В нашей стране этот показатель не превышает 300 долларов. Отечественная продукция не выдерживает конкуренции на внешнем рынке, так как изготавливается по разным стандартам. Для сравнения, в 2018 году экспортирована продукция аграрного сектора на 2,3 миллиарда долларов в результате реализации задач, включаемых в новую стратегию, ожидается доведение этого показателя до 20 миллиардов долларов к 2030 году. Это означает, что каждый гектар орошаемых земель будет приносить 10 тысяч долларов дохода. На совещании ответственным лицам поручено внедрить систему сертификации продукции на основе стандартов Европейского Союза, стран Восточной Азии и арабских стран. Дано конкретное поручение всем ведомствам комплекса сельского хозяйства, в том числе Государственной инспекции по карантинам растений, по открытию рынков, по расширению рынков, по получению официантальных разрешений стран Юго-Восточной Азии, это Япония, Китай, Индия, другие страны, Арабские Эмираты, стран Европейского Союза. С начала этого года в Государственной инспекции по карантинам растений проведены переговоры со странами, где имеется возможность поставки узбекской посредственной продукции. И на сегодняшний день 17 стран получены официантальные разрешения на 66 видов новой сельскохозяйственной продукции. И в данном направлении особо дано поручение на развитие или расширение производства тех культур, которые будут пользоваться большим спросом на этих рынках стран импортеров. Первоочередное внимание следует уделить выбору сортов фруктов. Большой резерв для сельского хозяйства представляют приусадебные земли, в связи с чем необходимо широкое внедрение логистики и кооперации на местах на основе принципа «одна махаля, один продукт». Объединять малых производителей в кооперативы, обеспечить единообразие продукции. Президент обозначил задачи, как повысить доходы нашего населения. Прежде всего нам надо максимально содействовать им, чтобы они получили хороший урожай и хорошие доходы. И самое главное здесь заинтересованность, чтобы они получили доходы и потом развивали свои хозяйства. Большое значение придаем повышение их знаний по внедрению инновационных технологий, прежде всего водосберегающих технологий. А также мы будем оказать содействие по переработке, по принятию их продукции, по продаже выращиваемой продукции в сельском хозяйстве. Проект концепции разработан с учетом мнений всех заинтересованных министерств ведомств, а также с учетом мнений крупных фермерских хозяйств. При этом учтены все их предложения, прежде всего по увеличению доходов, по эффективному использованию имеющихся ресурсов, прежде всего земельных ресурсов, а также водных ресурсов. Недостатки имеются в сфере обслуживания. Из-за отсутствия конкуренции в области дорожных услуг у производителей продукции нет возможности выбора. Поэтому указана необходимость расширения ассортимент услуг в сфере доставки минеральных удобрений, техники и других на основе государственно-частного партнерства, организации частных предприятий. При этом будет создана система, которая на основе анализа образцов почвы будет подсказывать фермерам, что и когда сажать, какие удобрения использовать. Указана на необходимость полного завершения до конца 2020 года, начатых в этом году работ по космическому зондированию, что позволит дать достоверную оценку реального состояния земель и посевов. В итоге данная система даст исчерпывающую информацию о вегетативном процессе, мелиоративном состоянии и уровне мелиорализации почвы, влажности, что будет способствовать увеличению урожайности на 25-30%. Все это выгодно не только государству, но и самим фермерам. С доступом к системе и дыхание экспортеры смогут следить за тем, где и какие культуры выращиваются, что поможет с уверенностью строить бизнес-планы. Ответственным лицам поручено в корне усовершенствовать сельскохозяйственную статистику, в частности, внедрить цифровые технологии на всех этапах от размещения культур до реализации готовой продукции. Глава государства отметил, что мы не можем дальше развивать сельское хозяйство только в направлении хлопка и зерна. Мы должны постепенно реформировать систему госзаказа, применять механизмы, которые применяются в других международных странах. Это система интервенции, это система субсидирования, это целая программа развития сельского хозяйства. Глава государства отметил, что административным методом мы не сможем быть конкурентными на международных рынках. Диверсификация, размещение, она должна быть рыночным. В концепции было обозначено, что на сегодняшний день расходы государства на поддержку сельского хозяйства 70% состоит из оплаты на электроэнергию. А наука в расходах государства – это 0,1% от расходов государственного бюджета. И глава государства отметил, что это переломный период. И без науки мы не сможем развивать наше сельское хозяйство. Рыночный механизм, наука. И четвертое – это демонополизация государственных услуг. Для эффективной организации исполнения указанных задач прежде всего нужны квалифицированные кадры. Семь профильных вузов ежегодно заканчивают более 3 тысяч молодых людей. Но в регионе не хватает кадров. Отсутствует интеграция науки, образования и производства. Не внедрены современные методики образования. На развитие аграрной науки выделяется лишь 0,1% бюджетных средств, тогда как в развитых государствах этот показатель составляет 2-3%. Число научных школ академиков сократилось с 50 до 17, а школы по овощеводству, зерноводству, растеневодству и вовсе отсутствуют. Оборудование в институтах растеневодства, овощепахчевых культур и картофелеводства не ремонтировалось последние 70 лет. Остаются неэффективными меры по коммерциализации научных разработок. К примеру, экспорт черешни во многих странах начинается в июне. Но если у нас в стране создать сорт, который бы поспевал в мае, выручку от экспорта такой черешни можно было бы увеличить в два раза. Поэтому научные исследовательские институты в области сельского хозяйства должны уделить основное внимание созданию раннеспелых сортов. Достижения науки следует внедрять и в животноводстве, выводить соответствующие нашим климатическим условиям породы скота. Президент указал на необходимость обсуждения стратегии с народом, глубоко продумать все ее аспекты, дал поручение по разработке годовых дорожных карт для эффективной реализации стратегии, а также пересмотру структуры территориальных управлений сельского хозяйства. Отмечена необходимость внедрения абсолютно новой методики обучения в Аграрном университете и Ирригационном институте, организации выездных уроков и семинаров профессорско-преподавательского состава. В целом новая стратегия будет способствовать внедрению рыночных механизмов в сельское хозяйство, налаживанию научно обоснованного производства, что приведет к более эффективному обеспечению продовольственной безопасности, многократному увеличению экспорта и объема продуктов питания на душу населения. Руководители ответственных ведомств представили информацию о предстоящей работе во исполнении поставленных на совещании задач.